Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Доброе утро, друзья! Сегодня утром мы, как всегда, завтракали все вместе. Я себя сегодня с трудом подняла из кровати, потому что назанималась «Будь здоров!». В общем, я решила, что всё, никакой тренировки сегодня, хотя я могла сходить. Была такая возможность, но нет никаких вообще сил. И очень сильная усталость была, то есть хотелось спать, спать и спать, но без вариантов. Пришлось вставать. Я даже потом кофе пила утром. Здесь я... Что я делаю? Конечно же, я в первую очередь делаю еду Арине. Ещё раз гружаю посудомойку. Дети мне помогают, как могут. Вот, навожу порядок, чтобы мы потом в чистоте могли позавтракать. Я ещё, кстати, помыла плиту сегодня с утра. Надо её как-нибудь замочить как следует в средстве, потому что что-то она у меня плохо отмывается. Ну, то есть её можно отмыть, но там что-то налипло. Я её так протираю каждый день по несколько раз, но есть такие загрязнения, которые вот только средством убираются. Я, кстати, очень люблю параллельно с делами смотреть что-нибудь на ютубе или сериалы. И вот посмотрите, как удобно ставить телефон на наши выступающие накладные розетки. Это прям классная тема, на самом деле, вместо подставки. Вот, здесь я как раз завариваю себе кофе. Дети уже поели, я тоже поела, заварила кофе. И теперь делаю завтрак для Алишера. Он каши не любит есть, я ему где-то раз в неделю кашу на завтрак делаю. В частное время какие-то другие завтраки в основном стараюсь делать белково-жировые, по правилам. Чтобы не углеводы с утра были, а вот именно белок. И сегодня я решила сделать сырники. Давно уже собиралась и обнаружила, что на 4 пачки творога у меня осталось всего одно яйцо. Но, вы знаете, тем не менее, они все равно получились. Вот здесь я их поставила готовиться. У меня там шкварчат потихонечку на сковородке. Получились очень вкусные. Вообще, хочу в духовке попробовать сделать. Я как-то уже делала в духовке, когда Артемий маленький был. Но это было давно. А вот здесь я уже накладываю нам обед. Потому что Арина поспала, прошло время обеда. Если честно, в такие моменты чувствую себя как в столовке. Вот так вот тарелки в ряд раскладываю и давай всем накладывать еду. И у нас, кстати, закончились многие продукты, поэтому овощей было мало. Я тут накромсала огурец, несколько помидоров и взяла консервированный горошек. Потому что, ну реально, слишком мало овощей было. А хотелось хотя бы треть тарелки заполнить овощами. У всех еда была одинаковая. Это гречка, тушена индейка с морковкой и баклажанами и овощи. Свершилось чудо, мы вышли из дома, но еще не направились туда, куда хотели. Потому что у нас все как всегда. Все 15 лет, что мы с Фальшером почти 15. Он бесконечно, вечно, постоянно куда-то опаздывает, просто плывет во времени. Есть такие люди, которые не ориентируются во временном пространстве, и это мой муж. В общем, мы условились ехать в зоопарк. Я такая все посчитала, такая, так, нам надо поехать в 3.15, чтобы успеть в зоопарк и в кафе, чтобы вовремя вернуться домой, чтобы с учетом, ну короче, чтобы везде времени хватило. В 3.30 мы наконец-то вышли из дома, и Эльшер такой, сегодня мы поедем на каршеринге, потому что наша машина опять барахлит, надо взять каршеринг. Ну взяли мы этот каршеринг, каршеринг где? В 20 минутах пешком от дома. Он туда поехал на самокате, за этим каршерингом, сейчас он туда вот съездит, приедет, сходит домой за креслами, мы установим эти кресла. Короче, дай бог, в лучшем случае, мы поедем в 4. И это вот при учете того, что я заранее сказала, что в 3.15, вот лучше выехать в 3, ну хотя бы в 3.15, поэтому, наверное, в 4.15 мы поедем. Я когда-нибудь научусь это спокойно воспринимать, еще лет через 15, наверное, потому что бесит, это можно было все заранее спланировать, но это жаль, Эльшер, зачем планировать что-то заранее, сойдет и так. Вот, поэтому Артемий тут на площадке, я пришла на помойку, потому что мы уже все оделись, собрались сесть в машину, но они сели. И я сдаю раздельный мусор, стекло. Вот, все остальное уже сдала. Сейчас это сдам, выберу Артемия с площадки, и мы пойдем на Вайлдет. Сберем мои заказы. Время-время терять. Вот, и посмотрим, где на этот момент будет Эльшер. Может, он уже успеет вернуться с машины, и тогда мы поедем в зоопарк. А то погода очень хорошая, тепло. Я сегодня надела опять свои любимые вот эти брючки. Пока еще погода позволяет, надо их подносить. Я их обожаю, они очень удобные, поэтому я их надеваю при любом удобном случае. То есть они еще яркие, и мне это очень нравится, как вы понимаете. Арина сегодня тоже у нас нарядная. Я ей надела новое платье голубое, бантик, кофточку, гольфы. Гольфы, кстати, стали впритык. Не знаю, наверное, в последний раз надели. Такие у них хорошие, но она их переросла уже. Ножка растет. Вот, так что тоже красиво из собой взяла. Вот такую машинку мы сегодня взяли в аренду Аркана. Рено Аркана. Арина, ты ждешь брата, да? Он ушел, он уехал на пони. Слушай, я поняла только что, смотри-ка, осень, тут деревья опадают. А у нас, в нашем районе, еще нету. А Артемий едет там вдалеке, вдалеке, на поняшке. Впервые в жизни. Сейчас спросим, какие у него будут впечатления. Его вообще не видно за людьми. О, хорошо. У меня подведут. Такие-то у меня реально. Нет, Артемия, не видно. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Музыкантом, ресторан, 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 ресторан. Ну как тебе? Хорошо. Тебе понравилось? Да. Страшно или весело? Страшно. Немножко страшно. Я не помню, потом, наверное, там еще прошли. И я еще испугалась, когда она слезала с поребрика. Да? А представляешь, как скакать? А еще она там, смотри, как она покакала. Опля, что-то плюша накосячила. Лошадку зовут плюша. Да. Вот тут индюка огромного. Вы видели? Он просто гигантский. Ой, мамы страшные-то. Какой он нас пугает, по-моему. Вот это он раздувился. Обалдеть. Кажется, что он сейчас не... Да. А то попробуй лучше к нему не подходить, как этот долбанет клювом. К ужас. Все остальные такие маленькие по сравнению с ним. Ой, смотри, какой кушистый. Кукареку, кукареку, кукареку. А мы слышали кукареку, кукареку мы слышали. Точно. Ку-ку. Ой, смотри, эти козочки травой питаются. Арина, это козочки. Да. Козочки, да? И гуси. Нравится? Ха-ха. 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 Ты его сорок выражаешь, да? Маша, ты... Ты машешь им, скажи привет. Смотри, тигров теперь. Тигров? Ну, пошли искать тигров. Я знаю, где тигры есть. Пойдем. Дикобраз. Ой, смотри, к нему муха залетела. А тут... Ой, прости, пожалуйста. А там... Ой, ушел енот. Был енот и нет енота. А что, это мы попугаем видео в мультике? Ха-ха-ха. Мне нравится, как ты живо реагируешь. Интересно, да? А вот сову найдешь там? Неясыть должна быть там. Папа нашел? Вот она. Где она? По прямой. А, вот там она в углу. Ты прислонись к окну и вот так руками закрой. Вон. Увидел? Да. Вот тут мы на аллее... Кто там? А, сова. Смотрите, кормят. Где? Вон. Их не кормят, это они веточкой дратят. Тут вон гриф настоящий сидит. Ну, тот, которого мы рассматривали. А тут вон беркут. Смотри. А, господи, я думала, ему плохо, он там что-то рассматривает. Это мы на аллее, где всякие птицы дикие. Мы идем к тиграм, нам надо прямо направо, потом налево. Я тут хорошо ориентируюсь. Ой, ой, какая птичка. Смотри. Кормить птиц запрещено. Смотри. Тут козан бегает. Очень много птичек. Кормили. Эти попугайщики. Арина, птичек видишь? Видишь птичек маленький? Чик-чирик, они говорят. Чик-чирик. Непонятно, скажи, козочке больше понравились. Смотри. И вот мы пришли туда, куда хотел Артемий. Ай, ушел тигр. Вон он. Какой красивый тигр. Вот это лось тут. Ладно. Да, ты сейчас воню в лось. Оп, не все, улегся. Вот это лось тут. Ну камера вообще масштаба не передает. Он гигантский. Сколько он в холке в высоту? Два с половиной метра, наверное? Я просто с вытянутой наверх рукой до холки его не достану. Вообще. Огромный. Просто огромный. Просто огромный. Тут оленя, лось. Это лось Денис. Его зовут Денис, да. Его опекает Невский институт дизайна. Тут у многих животных есть опекуны компании или люди какие-то. Так, а мы сейчас пойдем в террариум. Смотри, какая рыба. Ага. Что это? Ну это всякие кораллы какие-то. Да нет, это что за рыба? Мне кажется, это коралл просто. Ой, смотри, рыбка. Ты видишь, они шевелятся? Кораллы, они живые. Да, шевелятся. Вот когда мы в отпуск поедем в следующем году, мы, может, такие увидим под водой, если повезет. А собрать их можно? Нет, не надо. Если их собирать там, мы будем портить экосистему моря. Нельзя их забирать и даже трогать. Только смотреть. А почему их нельзя трогать? Потому что мы так испортим природу, в которой живут рыбы, и рыбы начнут умирать, понимаешь? Им нужны кораллы. Даже страшно трогать. Не надо только смотреть, договорились, потом будем на море? Ой, смотри, рыбка еще одна. Да. Мне кажется, это от волна они шевели. Да, идет, это да. А вон тут еще рыбки. Очень красивые кораллы. Вот эти кораллы будут шевели. Смотри, какие они красивые. Ты видишь, как в сказке, как будто они нарисованы. Рыбка как игрушечная, да? О, смотри, коралл прямо в стекле. А он как дерево растет, да? Да. А вот это посадили или из моря взяли? Немножко взяли из моря, вырастили, пересадили сюда. И ухаживают за ними тут. Текст тоже светится. Смотрите, тут даже морские звезды есть. И улитки. Хочет спускироваться на ней. Вот. Малышка такая с ноготок. Смотрите, светится. Обалдеть. Первый раз такую красоту вижу. Обалдеть. А вот это она фонда. И вон там ее голова. Самая настоящая. А вот большое. Здесь зима. По-моему, впервые в жизни я вижу саламандру. Очень странная. Смотри, как саламандра. И большая. Передвинулась она у нас. Большая, это как раз. О, видишь шпиницем. Обалдеть. Прям в мире животных у нас. Такие красивые тут аквариумы. Уютные. Камера не передает. Но вот я прям такой бы поставить дома могла. Прям смотришь и уютненько здесь. И рыбешки плавают. Это неонки у меня такие были. Это как у нас в аквариуме банана. Морская звезда, морской еж. Мне понравилась рыба носорог. А это мурена. Вот начало мурены. Вот конец мурены. Очень милая рыбка, конечно. Не хотелось бы с ней встретиться. Это еще маленькая. Дедство, это здорово. Доволен? Да. Мы пришли к вольеру с гиббонами. И вот там вот мама обезьянка. У нее на животе детеныш. И она прям с ним прыгала по веткам. Он прицепился к животу. А она с ним так прыг, прыг, прыг. Ловко. После зоопарка мы прогулялись 10 минут. В сторону Петроградки. И пришли в наш любимый сетевой ресторан. Токио-сити. Цена качественная. Очень нравится для таких вот повседневных посиделок. Поужинали. И после этого уже отправились домой. Очень приятно было идти по вечернему городу. Смотреть на то, как кипит жизнь. Как в каждой кафешке сидят люди. У кого-то свидание. Кто-то встретился с друзьями. Кто-то идет с чашкой кофе. Так здорово. Жизнь кипит. И ты посреди этой жизни. И центр города. Он, конечно, у нас очень-очень уютный. Красивый. И я каждый раз, когда мы едем по нему, любуюсь. И самое классное то, что, поскольку я всю жизнь живу здесь, в Питере. По какой бы улице я ни проехала. В большинстве районов. Мы вот едем, и я каждые полминуты. А я здесь была. А тут я работала. Здесь у меня был ученик. Тут я ходила к врачу. Тут еще что-то. Съемки какие-то были. То есть я знаю просто каждый уголок города. Я знаю, где какой двор классный. Где какой магазинчик. Где какое кафе. И ты едешь и смотришь на эти места. И они все родные. И тебе приятно, что ты вот в своем городе. Который тебе нравится. Который ты любишь. И где тебе хорошо. В общем, вот с таким вот хорошим настроением. Мы поехали домой. Арина уснула по пути. Мы ее потом просто переложили в кровать. Ну, переодела я и переложила. Вот. Артемий зубы почистил. И лег спать. Вот такие у нас были насыщенные выходные. Точнее, вот этот выходной. Впереди рабочая неделя. Желаю вам ее провести успешно. С пользой. И желаю много сил. Надеюсь, вы тоже хорошо отдохнули за выходные. Увидимся завтра, ребятки. Всем пока.